сделать бисквит что я для этого сделала я взяла застелила прости кулинарной бумагой форму она в диаметре у меня 28 сантиметров я промажу ее раступленным сливочным маслом полстакана муки проведем через сито добавим насадку и разбиваем в чашу 3 крепляем и выводим на самый максимальный уровень добавляем щепотку соли потихоньку будем вводить полстакана сахара достаточно густая масса теперь потихоньку вводите муку остановите пройти у вас получилось достаточно густая масса видите часть муки работает дальше пусть сбивает несколько минут еще минуты 3 выключаем и эту полученную массу мы вынесем на заранее смазанную нами форму как я говорила 28 сантиметров температурный режим на 356 дегрис это 180 градусов цельсия и практически в холодную духовку ставим на верхний ярус проверить можно вот такой палочкой ведь она сухая значит корж у меня готов надо чтобы он остыл для этого осторожно снимите форму и пусть он остывает сняли форму и поставьте на тарелку его отдыхать то есть оставливаем венчик опускаем в чашу 200 грамм подтаявшего сливочного масла вводим постепенно у меня здесь 100 грамм сливочного молока когда я виду все молоко я увеличу скорость взбиваем до пышной массы аккуратно снимите верхнюю тьма за стенки формы растопленным сливочным маслом затем мы туда приклеим кулинарный вы крем разделю на две половины примерно по 150 чашу я просею одну столовую ложку какао перемешали получается масса как крем-брюле мороженую я просею кофе не столовую ложку отчаянно должно полностью раствориться но подарит определенный шар 10 граммов желатина у меня вот здесь по 7 грамм быстро растворимой заливаете водой если у вас трудно растворимой то делаете это здесь у меня 70 миллиграмм воды хорошо перемешайте им высокий температурный режим мы ждем закипания сюда выливаем 150 миллиграмм воды и сахар сахара у меня не полный стакан и растворяем сахар и доводим до после закипания уменьшаем огонь и не забываем помешивать варим минут десять может быть даже 12 до живым снова венчик опускаем в чашу то есть наливаем 5 белков посмотрите чтобы там не не было даже намека на желток ставим и взбиваем добавляем щепотку соли взбиваем далее в конце я добавляю столовую ложку лимонного сока это за е е е е е е Продолжение следует...